Братья одного народа цельны как сжатый кулак из пяти пальцев. На сегодняшний день нам из курса истории известны названия айратских государств, существовавших в 17-18 веках – калмыцкая или турвудская, джунгарская, кукунорская или хушудская. Однако мы неправильно трактуем понятие айратских государств. Как же правильно говорить? В этом вопросе ничего сложного нет. В 17 веке, когда часть айратов откачивалась в Джунгарии, через несколько поколений сформировался калмыцкий народ. Так мы привыкли думать, но это заблуждение. Во-первых, ушедшие на Волгу улусные люди Тайши Хоурлюка в подавляющем большинстве являлись тургудами. Соответственно, приволжские земли, занятые тургудами, назывались тургутнутык. Во-вторых, согласно законам от 1640 года, земли от Кавказа до Монголии признавались территорией действий Якица-Дзюмбичик – единое конституционное пространство. В конечном итоге тургутские земли и права были официально закоплены законом с заволскими тайшами, где, в свою очередь, правители айратов сами договаривались с правительством России. А где же дербеты? В это время дербетские тайши служили зюнгарским хунтайджам. Дербеты, по древней легенде, имели общего предка с зюнгарами. И, соответственно, у них был единый клан, в руках которого сосредотачивалась власть. Этот клан назывался Цорос, но управление все равно оказалось в руках джюнгара. Но об этом мы напишем в другой раз. Джюнгары. Поскольку занимали доминирующее положение, в русскую историографию вошли как джюнгары, а все население джюнгарского ханства автоматически называлось джюнгарами. Сами же айраты называли джюнгарское ханство Докшин Зюнгарнутык, дословно грозное государство джюнгаров. История за хашудским ханством практически аналогичная. В 17 веке большая часть хашудов ушла в Тибет защищать учения Будды и Далай-ламу. После победы айратов и Далай-ламы было принято решение остаться в Тибете. Айраты-хашуды разместили свои юрты в районе озера Кукунор, а сами айраты стали называться в Тибете как Кёкнурн-хошуд или хошуд. Что и сделать вывод, что даже после разделения айратов на три крупные группировки от восточноевропейских степей до Монголии, от Монголии практически до границы Индии, народ основал себя единым этнополитическим целым. Отдаленность смогла ярко продемонстрировать не только силу айратского оружия и единства, но и глобальное мышление – доминировать, находясь в меньшинстве. Государство четырех айратов не перестало существовать, а раздвинуло свои границы и зоны законов Ик-Цааджимбичик. Вошло в историю многих народов России и Азии. Наш материал написан на основе многих документов в сочинении Габан-Шараба, Батру-Буши-Тюменя, сказания о Дербен-Айратах, жизнеописания Зая-Пандиты, Раднабадра, законов 1640 года и т.д. К справке, а что такое калмыцкое ханство? Это понятие появилось не так давно. Раньше русские всех айратов называли калмыками или торгутами, поэтому закрепилось название калмыцкое ханство. Но это не повод говорить «би ойрат хальмык беше». В Сибири наши предки, деды, прадеды гордо несли имя калмык. Нам следует продолжать дело наших предков и с гордостью говорить «я калмык, а значит айрат». Если мы будем говорить и думать «би ойрат», то последующие поколения уже наших внуков станут айратами. Но самое главное – это понимать, кто такие айраты. Это люди, сплоченные единой идеей. Современного калмыцкого это слово переводится как «близкий» – «юрды». Так будем же мы все друг другу близкими. Теперь это решение полностью зависит от вас, дорогой зритель. Команда канала «Зан Онлайн» благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.